Виталий, это канал Фабрика Новый, ставьте лайк, подписку, звеночек. Я Анастасия Федри, с нами Камикат ЗНД, российский блогер Дмитрий. Здравствуйте. Добрый день, спасибо, что пригласили, Анастасия. Спасибо вам, что согласились. Вот перед тем, как я искала информацию, о чем бы с вами поговорить, нашла информацию интересную о вас. Оказывается, вы объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ. Что об этом скажете? Что будете делать? Куда прятаться? Куда убегать? Я уже покинул территорию России еще до того, как это стало модным. И то считаю, что сделано это было поздно мной, ведь чем раньше я бы уехал, тем раньше смог бы строить жизнь в нормальной стране. Но все равно на фоне того, как поздно остальные уезжают, у меня довольно серьезный гандикап. Я ничего не буду менять в своей жизни в связи с этим федеральным розыском. Я выяснил все юридические особенности. Видно, что статья, по которой мне объявили федеральный розыск, не будет принята ни одной цивилизованной страной. Я напомню, это распространение фейков о русской армии. Дескать, я что-то там врал про эти фейки. Но, видимо, врал, это говорил правду. Иначе не может быть при тоталитаризме. Война – это мир, правда – это ложь. Поэтому для меня эта новость не более чем упоминание обо мне в провластных СМИ, которые наперебой начали публиковать это. А кремлеботы и многие россияне начали радоваться в комментариях, что, дескать, вот, сейчас заткнем его. В России традиционно вместо решения проблем хотят убрать тех, кто говорит об этих проблемах. В данной ситуации, конечно, меня уже только радуют все проблемы Российской Федерации. Ведь чем больше их, тем быстрее Украина победит Россию и положит конец этой недоимперии. Раньше я переживал за страну родную. Видел, что кто-то пытается бороться. Были определенного характера шоры. Думал, что есть какие-то перспективы, надежды на развитие. Я сейчас понимаю, что витал в облаках. Ну, лучше, чем поздно, понять, чем никогда. Многие до сих пор считают, что проблема в Путине и его окружении, а не в десятках миллионах россиян. Вот давайте теперь о Путине. Его окружение есть информация. The Guardian из Дания пишет, что Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами. Речь идет о Вагнеровцах. Некое формирование Русич, которое тесно связано с ЧВК Вагнер, на днях обратилась к своим участникам с просьбой прислать детали, касающиеся пограничных постов и военных перемещений в трех странах Балтии. Также источники издания сообщили, что эти формирования могут использовать экстремальные методы для проложения войны в Украине, в том числе и атаку на страны НАТО для эскалации конфликта. И, мол, Кремль в этом не задействован, они ничего не знают. Что там происходит тогда? Почему уже не контролируют и насколько боятся тогда вот этих всех формировок? Пригожин абсолютно путинский человек. До мозга костей. И ЧВК Вагнер это путинская группировка. Это Росгвардия номер два. Когда нас пытаются обманывать, дескать, кто-то в лес, кто-то под дрова, не верьте, пожалуйста, ни в коем случае. Потому что ЧВК Вагнер, она создана, чтобы и все эти вбросы про кувалду и прочий бред, созданы лишь для того, чтобы показать, какой Путин хороший, спокойный, уравновешенный, а вот есть ЧВК Вагнер. Насколько Минобороны спокойные, вдумчивые, а вот есть ЧВК Вагнер, это все одного цвета субстанция. Что ЧВК Вагнер, что Минобороны, что Путин, что Росгвардия одни и те же. Как только они сунутся на территории стран Балтии, естественно, они получат ответку. Я думаю, до поры до времени будут с закрытыми глазами и страны НАТО, среди которых есть и страны Балтии, смотреть на все эти падающие ракеты у себя в Польше и прочее, прочее, прочее. Понятно, что Путин прощупывает их на слабо. А что вы сделаете, когда мы ударим по Польше? А что вы сделаете, когда мы устроим какие-то провокации на границе со странами Балтии? Да, ничего не меняется в тактике питерского гопника. Он прощупывает. И чем больше сглатывают, чем больше терпят страны Запада, тем больше они превращаются в послушных и покорных, как россияне для Путина, рабов. Есть еще фамилии. Если Пригожин, это путинские человеки, еще такие теористы, как Гиркин и Ходоковский, о них написал Институт изучения войны. Они написали, что, мол, антипутинские настроения, так называемый ДНР, сейчас присутствуют. Главные локомотивы этого процесса, как раз Гиркин и Ходоковский, вот Стрелков подверг, в частности, критике высказывания Путина о том, что военные действия в Украине идут по плану. Неужели начнется какой-то раскол между оккупированным Донбассом и Кремлем? Может такое быть? Гиркин уже давно типа против Путина. Однако же, когда его задержало ФСБ, они его не посадили за критику Путина. Там были интересные высказывания, сажали и за меньшее сказанное против Путина. Гиркин, ФСБшник, бывших ФСБшников не бывает. И тот спектакль, который разыгрывается, дескать, мы с Россией, а Путин нам помеха, не верьте. Естественно, это просто для заманивания уже всех до конца на фронт, на геноцид народа Украины. Чтобы не было неохваченных. Потому что они от отчаяния уже зазывают мигрантов из Узбекистана объявления в российских автобусах. Идите в контрактную армию российскую, и вы получите куриный паспорт. Разумеется, предполагается, что вы поедете в Украину вместе с формированиями или в составе ЧВК «Вагнер». Все эти, что Ходоковский, или как его там, что Гиркин, что Пригожин, все пляшут под дудку Кремля. Изображают разносторонность. Понимаете, это как головы Змея Горыныча, головы Гидры Лернейской. Все они подчинены одному организму. Интересно тогда, для чего Гиркин тоже прогнозирует опять новое наступление ВСУ в рамках броска на Крым в лобках. Он сказал, что зачем террорист снова вернулся к таким прогнозам. Это же для Кремля неутешительно. Тогда на какую аудиторию такие прогнозы играют? Это интересно тоже. По федеральным каналам тоже говорят, что ВСУ продвигаются вперед, признают победы украинской армии. Да, под каким соусом они говорят, что украинцы побеждают, это другое дело. Но признавать признают. Естественно, истерика, которую нагнетает Гиркин, она частично находит отклик. Только у меня в роликах я тоже говорю, что России не будет, и Гиркин то же самое говорит. Если не будет сейчас предпринято никаких решительных действий, то закончится страна. Это Гиркин недавно заявил, на что я его не смотрю, но мне многие присылали материал. Я послушал, действительно, тут я согласен с Гиркиным. Это не вброс. Как только Украина побеждает, Россия тут же заканчивается. А для чего это делается? Для того, чтобы завлечь как можно больше народу, уж если не сочувствующих Путину, то сочувствующих русскому миру, и которые считают, что Путин недостаточно жестко что-то там делает. Хотя Путин вообще ничего не делает уже давно в России. Все, что его интересует, это геополитический цирк. Вот о том, что может делать Путин, по данным источников The Insider, они написали, что в Кремле намечается серьезная ротация кадров. Целый ряд знаковых фигур, отвечающих за внешнюю политику, могут покинуть свои посты. И там в числе кандидатур, фамилии рассматриваются помощник Путина Юрий Ушаков. Пишут, что он даже влиятельнее Лаврова. Как думаете, возможно ли какая-то ротация, и возможно ли она в ближайшее время? Ну, к примеру, к концу Нового года, в Новый год с новыми людьми, например. Никакой ротации в Кремле не бывает. Это давно вброшенная повестка, что, дескать, кого-то Путин увольняет, а потом назначает. Все, кого увольняет Путин, остаются в том же Кремле. Посмотрите на замену министров в правительстве. Все они стали помощниками Путина. Посмотрите на то, куда уходят какие-то уволенные чины в полиции, в Росгвардии. Их просто меняют по разным регионам, переставляют по разным министерствам. Это не ротация, это перестановка фигур на шахматной доске. Ротация – это когда ты обновляешь состав, качественно обновляешь профессионалами, молодыми профессионалами, профессионалами, у которых другие взгляды, реформаторские. В России таких нет. Там уже давно выжжено под корень любое созидательное начало, любое экспертное начало. Если ты против повестки Кремля, то тебя просто туда не возьмут. Как бы ты не пыжился, это понятно. Потому что им не нужны люди толковые, грамотные, образованные, которые скажут, надо заканчивать войну. Им не нужны такие светочи. Им нужны похуже, чем Путин. А вы сами представляете, какое это дно, если искать в ротации таких специалистов, чтобы они были хуже, чем Путин. Путину главное выглядеть посолиднее на фоне всяких клоунов типа Медведева. Вот о том, как хочет выглядеть Путин, СМИ не могли не заметить череду появления Путина за последние пару недель в разных местах. Но вот New York Times пишет, что это содержит в себе особое послание. Мол, несмотря на санкции, неудачи на фронте, диктатор хочет показаться общественности здоровым, бдительным и сохраняющим контроль над ситуацией. С легкой полуулыбочкой он выступает сейчас. Сто тысяч уже мобиков в гробах. Да, вот для кого это вся картинка? Получается ли ему, ведь точно западные СМИ и Запад этому не верят, разве что играть еще на свою публику какую-то в России? Для кого эти все встречи, везде появление в СМИ, камеры, журналисты? Вы совершенно правы, это не на западную публику, которая давно не верит Путину. Это на своих, которые хотят увидеть спокойного, улыбчивого Путина, которому все нипочем, который точно знает, что делает. Хотя это как в анекдоте «проснись ты, обосрался, а я и не спал». Это про Путина. Все может быть. Кстати, наблюдали мы разные тоже его появления в СМИ. Видели мы героев России, которые получили золотую звезду из рук Путина. В Кремле они все были как на подбор. В сетях, кстати, обратили внимание, что чудом Кремль нашел 12 героев, столь же коротких, как и сам диктатор. Я вот даже покажу фотографию. Это даже невозможно подобрать. Мне кажется, наверное, по росту людей выбирали или как-то. Потому что сфотографировать так тоже нельзя. Или там какие-то каблуки еще можно было бы подобрать. Великолепная новость. Анастасия, спасибо. Я жалею, что не увидел этого. Но попадет у меня на канал именно от вас эта картинка. Оцените, как они поставили самых высоких с краю, чтобы никто не оттенял бы величие Путина. Это типично. Я помню прекрасно фотографию Путина с детьми. И там какой-то пацан встал в первый ряд, и он загораживал Путина. То есть от Путина торчала только голова, и пацана убрали с позором, сказали, уходи, уходи, куда-то там зашпыняли. Здесь ровно то же самое. Я думаю, что их тоже там шпыняли. Вот справа уже люди думают, смотрите, куда бы отойти водочки. Бояться, да, стать поближе. Наверное, там фотограф за этим следил, чтобы, не дай бог, кто-то не был выше Путина. Но это очень, это просто невероятно так подобрать людей. К вопросу, как Путин хочет казаться солидным. Король-то голый. Это точно. Но получается ли? О солидности Путина в сети появилось видео, как уже пишут СМИ с пьяным Путиным, рассказывающим об ударах России по энергосистему Украины, попивая шампанское. Это было на этой же встрече с героями. Он выступил, стоял с шампанским. Уже многие эксперты сказали, что для Путина это совсем неприемливо. Он всегда же был таким за спорт, за здоровый образ жизни. А здесь Путин под шофе, как это говорят. Почему сменил он тактику и как он себе позволил шампанским стоять и рассказывать о серьезных вещах? Я думаю, подловили момент. Очень хорошо подловили. Я так понимаю, это с той же встречи с военными. Путин каждый день на веществах. Конечно, главный его наркотик это не алкоголь, это нейролептики. Именно они убили в нем любое сочувствие. Как известно, алкоголики, они наоборот крайне эмоциональны. У них повышенная слезливость, желание с кем-то обниматься, брататься. У Путина ничего этого нет. У него, в принципе, наплевательское отношение к человеческим жизням. И мы это видим, в том числе, когда он с этим шампанским под шофе рассказывает, что бомбим энергообъекты, а кто начал, о страшных вещах рассказывает на территории Украины. И все равно делает это с полуулыбочкой, вальяжно. Смотрите в интернете последствия приема нейролептиков здоровыми людьми. А Путин физически здоров. Они убивают все эмоции. Становится просто человек-биоробот. И когда ты президент страны, тем более страны с ядерным оружием, естественно, с уничтоженными эмоциями ты проф. непригоден. Ну и врать без эмоций тоже тяжело, знаете, людям. Потому что у него это пока очень хорошо получается. Он нигде там, ну там, замечает психологи, там где-то нос почесал, еще что-то. Ну, в общем, как по мне, получается, он, или он просто верит в то, что он говорит? Он верит в то, что говорит, во-первых. А во-вторых, он не считает чем-то важным, даже если он где-то ошибся. У него же полная иллюзия, что он прав, последнее слово за ним. Все перебегут к нему, Макрон ему позвонит, Меркель о нем напишет, еще чего-то. Этот человек абсолютно подсаженный на иглу внимания. Он обожает, чтобы его обсуждали. Неважно как. Он как Ксения Собчак, скажем так. То есть ему черный пиар тоже пиар. Как-то уже о Собчак новости притихли, ничего не слышно о ней. Ну сколько можно? Сейчас на арену вышла другая. Лавров. Другая, да. Да, интересно. Вот давайте вернемся пока к Путине. Путин понимает, что не может достичь своих целей в Украине. Поэтому он делает все, чтобы уменьшить радикальных военных блогеров. Об этом также пишет Институт изучения войны. Впрочем, мы это все видим на словах. И более того, он наехал на военкоров и призвал верить только ему. Он сказал, что не верьте никому, мне можно верить. Неужели Путин реально переживает, что в соцсетях россияне прочитают что-то не то о фронте? Чего больше всего боится Путин? Мне кажется, Путин слишком сильно увлекся этой формулой «разделяя властвуй». То есть он начал разделять и своих сотрудников. Военкоров, журналистов, Дождя, других федеральных каналов, которые откровенно работают на армию. Поддерживают, собирают все эти жалобы от мобилизованных. Пересказывают, как им тяжело. И Путину это не нравится, вплоть до того, что он готов отказаться от сочувствия, от сопереживания, от разделения позиций Минобороны. Он же там не только военкоров критикует. Он говорит, что и Минобороны верить нельзя, а надо верить только ему. Ему неприятно то, что кто-то ставит под сомнение целостность структуры. Это как у вас совершена ошибка, и вы про эту ошибку прекрасно знаете. И давно на нее забили, махнули рукой. Себя абсолютно осознанно успокоили, чтобы не всплывало это. Занимайтесь какой-то другой уже дребеденью, прокрастинацией. Вот это все Путин. И тут тебе задают вопрос, а что с тем делом? С этим важным делом, а для огромного количества россиян, для десятков миллионов россиян, важно, как экипирована, обмундированная российская армия. А Путин считает, что все в порядке. Ему неприятно в принципе эта тема. Дескать, он пошел брать Киев за 2-3 дня и оказался к этому не готов. Он же отдавал приказ. Он же в итоге ответственен. И понятно, что Путин созвал всю эту шоблу, чтобы они типа присягнули на его решение. Понятно, что и через мобилизацию Путин тоже присягнул на верность, заставил присягнуть на верность многих россиян. Они, впрочем, охотно этим занялись. Путин как бы разделяет ответственность, что это не только его задача, а это задача десятков миллионов россиян. И, естественно, он не хочет, чтобы ставилась под сомнение его авторитетность. Что здесь, что в других вопросах. Он не терпит, когда с ним спорят. А это страшно, когда человек абсолютный профан. Понятно, если бы он был специалистом хоть в какой-то области. Но он специалист, наверное, только в дрыганье ногами. Вот тогда, если он никому не верит, говорит, что нужно верить только ему, можно ли сейчас говорить о передаче власти в ближайшее время? Потому что время от времени информация есть, что Путин готовит. Но если он так сильно боится всех и верит только себе, доверяет только себе, тогда, очевидно, он будет держаться за власть до смерти или как? Я уверен, что Путин будет держаться за власть до смерти. Он не Ельцин, который ушел под гарантией безопасности и жил там в горках. И операции ему делали на сердце. Потому что он поставил Путина. Ельцину сказали, ты доживешь до старости в прекрасных условиях. И жена твоя будет себя хорошо чувствовать. Мы позаботимся. Главное, передай власть. Вот этому, вот, неизвестному. И Ельцин совершил ошибку. Путин не будет вообще никак никому передавать власть, потому что он не верит даже Золотову. Он боится, нажав спину. Он прекрасно понимает, что его ближайшее окружение его же и уберет. Поэтому он останется у власти до конца. Это, в принципе, очень сложно сказать, что, наверное, нет. Потому что видим по его поведению, что Путин точно будет до конца. А сколько уже можно поднимать эту тему с преемниками? Ну, мы посмотрели на Медведева. Потом была болтовня, что Сергей Иванов будет преемником, Кадыров будет преемником. Там еще кто-то, да, куча народа, господи. И все. А где они? Да, еще бы я вас спросила такое. Знаем о том, что будет мобилизация продолжаться, хотя Путин говорит открыто, что достаточно людей. Говорят о второй волне мобилизации. Вот была такая информация, которую в России назвали фейковой. Якобы в планах властей Курской области вести в регионе военное положение. То есть понимаем, что шаги Путина, которые он уже сделал, еще остаются только военное положение и закрытие границ в России, чтобы никого не выпустить. Как думаете, пойдет ли на это Путин? Насколько это реально возможно для него сделать? Вполне. Мобилизация не остановилась, он будет продолжать собирать каких угодно солдат, чтобы отправить их на территорию Украины. Это уже ясно. И он не останавливался с этим. Даже юридически не утрудил себя этим указом. А по поводу военного положения, закрытие границ вполне. Я вообще считаю, что если где-то в регионе, на примере Курской области, как вы сказали, прощупывается, значит и на общефедеральном уровне это все пойдет. Просто может быть, какому-то губернатору сказали, а вот сделай так, из Кремля ему весточка пришла, сделай так, мы замерим, что там, как получилось. И после того, как они замерят, в Курской области, в Белгородской области, в какой-нибудь Чечне, еще где-нибудь, они скажут, ну все, давайте теперь по всей стране. Что тут? Информационно мы уже подогрели это. И теперь давайте на эмоциональном фоне, что наши ребятки страдают, надо срочно помочь им. Ведем военное положение. А вот люди? Не что, а душа, все, пожертвуй свое тело, езжай в Украину. Поэтому народ достаточно зазомбирован, и мы это видим на примере кучи матерей, которые радуются, что у них дети уехали. Народ уже не соображает ничего, материнские инстинкты уничтожены. Зато проезжают профессионалы иностранцы взамен, и вот с ними живут русские женщины теперь, видимо, чтобы не было скучно. И, кстати, настолько вытравливают мужское начало в семьях, что в книжных магазинах теперь в разделе «семья» просто там мама и ребенок. Упоминание отца практически сошло на нет. Согласитесь, это тоже элемент пропаганды. Создать видимость того, что ребенок может прекрасно расти и без отца. Но это не так. Конечно. Да, это все печально. Ну что же, такие реалии. Мы ждем, конечно же, победы в Украине, потому что мы говорим правду, мы знаем, о чем мы говорим. И ждем, когда уже путинский режим тоже падет, потому что без этого не прекратить войны. Ведь знаем, что Путин бы не остановился, если бы в Украине его не останавливали до сих пор на фронте. Спасибо вам большое, Камикадзе Ди, российский блогер. Спасибо, что нашли время и говорите также правду нас на украинском YouTube-канале. Спасибо огромное, что пригласили, Анастасия. Слава Украине. Героям слава. Я нагадаю, это YouTube-канал «Фабрика новин». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Камикадзе Ди. Подписывайтесь, там тоже много интересного. Дякую вам. Залишайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.